Профилактика распространения коронавируса, развитие здравоохранения, ремонт дорог. Эти и другие темы стали главными в ходе традиционного общения с журналистами губернатора Тверской области Игоря Рудени в эфире федерального телеканала «Россия-24». В частности, глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится под контролем и напомнил о необходимости придерживаться санитарно-эпидемиологических требований. Подробности в материале нашего корреспондента. Нынешний год стал непростым для всех субъектов Российской Федерации. Учиться, работать, развиваться, да и просто жить пришлось в условиях распространения коронавирусной инфекции и наложившихся на это экономических проблем. Впрочем, сложный этап Тверская область проходит, что называется, во всеоружии. В первую очередь, потому что в нашем регионе вовремя были приняты все превентивные меры. И сейчас, когда во всем мире всерьез заговорили о накатывающей второй волне COVID-19 и некоторые страны вновь возвращаются к ограничительным мерам, руководство Тверской области держит руку на пульсе и с уверенностью смотрит в ближайшее будущее. Сегодня у нас все предприятия нашего региона прошли уже первую волну ковида, которую называют специалисты. У всех уже есть опыт, как работать. Если вдруг будет создана такая эпидемиологическая угроза на нашей территории, мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий, поэтому практически каждый день мониторим. Если будет такая необходимость, то будем реагировать незамедлительно. И, конечно, понимаем, что все равно, как бы развивалась ситуация, не только с ковидом, но и с гриппом, с ОРЗ, надо быть очень внимательным и в общественных местах, и дома, и на работе. Игорь Руденя подчеркнул, что все предприятия региона продолжают работать в штатном режиме. Сейчас открытость региональной экономики составляет 100%. Губернатор отметил, что никаких ограничений в экономике вводить не планируется. И даже в условиях пандемии работа по развитию Верхней Волжи не останавливалась и не останавливается. В том числе и в районах. Так глава региона сообщил, что модернизация отрасли здравоохранения будет продолжена. В частности, запланировано строительство нового здания Беженской центральной районной больницы, детских поликлиник в Кимрах, Торжке, Вышнем Волочке и других муниципалитетах, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей, общей практики. Особое внимание губернатор уделил развитию скорой помощи. Работа началась в прошлом году. Процесс приостановила пандемия коронавируса. Сейчас у нас только агломерация работает в новом режиме. Надеюсь, что вот сейчас, так сказать, без каких-либо осложнений пройдет второй этап. Это то же самое РЖФ, Кимры, крупные муниципалитеты, которые находятся на незначительном удалении от города Твери. И я дальше надеюсь, уверен в этом, что мы с коллегами в плановом порядке уже в течение следующего полугодия завершим реформировать централизацию службы. Не останавливается работа и по приведению областных и региональных дорог в порядок. Губернатор подчеркнул, что за прошедшие четыре года в Тверской области в четыре раза увеличился объем работ по строительству, реконструкции и ремонту региональных и муниципальных автодорог. Главный акцент сделан на ключевых пассажирских, школьных и туристических маршрутах, магистралях, которые связывают Тверскую область с другими регионами. Планируется, что до 2024 года будет отремонтировано более 1200 километров дорог, в том числе 260 километров в городе Твери.